итак мы загрузили нашу картинку photoshop создали новый слой workflow и сейчас посмотрим что бы нам хотелось изменить вот эти стыки но ясно что если бы у нас было две панельки или мой телевизор то не пришлось бы это делать какие-то соринки пушинки но в этот раз я хорошо протер все и поэтому выглядит довольно таки чисто вот это конечно особенность уже никона 800 передает такие цвета хорошие оттенки и так далее молодец он так кроме этого вот это место ну тут какой-то дефект в бантике но я думаю что было бы неплохо его немножко подострить здесь далее естественно убрать лишнее и вы знаете пожалуй все потому как если мы в самом начале обеспокоились при фотографии чтобы все у нас было правильно то и тогда фотошопа то не особо много остается делать единственное еще может быть мне не совсем нравится серый вот здесь это засветки от нашего софтбокса с этим и я научу вас бороться ну и может быть может быть нам придется чуть-чуть поднять яркость нашей туфельки но это мы посмотрим уже в процессе отключаем workflow и начинаем работать первое что я сделаю это я возьму прямоугольную выделение нажму контурл т и продвину сюда далее я создам новую копию не хочется мне на 1 работать сегодня тоже могут быть изменения какие-то итак здесь я попробую сейчас инструмент восстанавливающая кисть потому что он работает очень интересно в плане что если я сейчас щелкну вот в этой области и поведу по линии то линия будет автомат автоматически подгоняться под весь фон почему я не делаю это в самом начале потому что это кисть она работает очень хорошо но только не там где контрасты вот посмотрите если я попробую сейчас здесь то есть появляется уже вот такой артефакт что мне как раз не особо нужно здесь я возьму другой просто инструмент и справлюсь с ним очень хорошо так то же самое делаем здесь аккуратно не торопясь спешить нам сегодня некуда мы и делаем с вами портфолио в портфолио мы должны с действительно сделать идеальную картинку ну что мы сделаем в общем то справились хорошо теперь откатрируем возьмем стиль заданные пропорции три к двум посмотрим так как у нас туфель смотрит вперед то мы возьмем с вами вот вот этот вырез я думаю что он будет как раз хотя хотелось бы чуть повыше да чтобы воздух то совсем не терять сверху вот так вот так я думаю будет очень хорошо бросаться в глаза так изображение кадрировать скадрировали отлично отлично так не уследил я за отражением поэтому я как бы не хочу вот этот стебель здесь видеть ну как-то он мне не нравится поэтому я возьму перо и с этим пером мы и заодно уберем видимую подставочку здесь нашу нашу так все отлично образовать выделенную область один пиксель нам будет достаточно теперь возьмем инструмент градиент пипетку и с помощью alt замерим здесь и и здесь ну я думаю что он чуть-чуть тут светлее и теперь мы можем с помощью градиента эту область аккуратно ну да не выглядит дико это уже хорошо в этих местах мы конечно можем всегда это все поправить хотя я вам скажу при это у меня 200 процентов при 200 процентов мы начинаем приближаться к микроскопу никто конечно так не будет рассматривать но портфолио есть портфолио ребята надо работать действительно чисто чтобы не подкралась ни у кого никакого подозрения что вы что-то здесь на портачили так мы пройдем еще по тем местам где у нас не очень аккуратно был выделение вот так все то же самое образовать выделенную область 1 пиксель вот тут мы можем просто взять кисточку как так получилось что здесь еще кусочек но это не страшно мы теперь уже размер кисти сделаем маленьким я работаю с планшетом планшет позволяет очень хорошо управлять рукой мы можем то использоваться как обычной кистью мышь конечно такого нам удовольствие не даст это однозначно теперь боремся с этой полосой попробуем с помощью инструмента размыть и инструмента палец за замена светлым так где-то она нас спасет где-то нет давайте сначала на светлых участках пройдем поэтому полезно иметь большую площадь с черно отражающей поверхности тогда это сэкономит вам кучу времени но мы еще с вами потом применим умное размытие я не знаю почему они так называют это но приходится пользоваться этими терминами умное все у них сейчас я работаю с помощью штампика но вы видите у него есть такая такой недостаток как бы с одной стороны достоинства он может работать в краях а с другой стороны он не старается подогнать это к окружающему фону и что конечно чревато с этим справляется очень хорошо заплатка так и теперь посмотрим что у нас отражение отличные вот эти вот забыл и протереть я потому что подумал что изделие новое как бы ничего нахи должно быть поэтому это только нам добавляет работы затемнение не так много но все равно отлично чей туфля мою так посмотрим здесь можно ли что-то поправить делаем такой кончик так и теперь смотрите я беру образовать выделенную область говорю окей и потом я сейчас передвину наш треугольничек на этот участок который мне более-менее нравится нажимаю ctrl и j получаю сразу же такой треугольничек и веду его суда ну теперь посмотрим что мы можем сделать давайте мы сначала alt нажмем и маску получим черную маску то есть это исчезнет и теперь вот здесь с помощью белой кисти и начинаем проявлять потому что нам нужен то вот этот только кусочек нам больше и не надо и с помощью черной маски очень хорошо этим управлять вот так все сделали отлично что мне не нравится что как бы слишком вырезано получается да но это не проблема потому что у нас есть инструмент размытия мы пройдемся по краю нашего треугольничка и таким образом мы берем это ощущение так смотрим мне кажется так немножко лучше все таки может быть вот это место еще слишком ярко вот так сделаем вот 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 я думаю можем еще поиграться сведем на один слой это control и и вот это место с помощью штампика мы еще и поправим главное не переборщить ребята готовенько все хорошо так посмотрим что нам осталось ну как я говорил сейчас мы сравняем фон для этого самый простой способ возьмем инструмент быстрое выделение и пройдем по нашей туфельки окей теперь что мы сделаем ну во первых выделение поправим утащить край все таки мы хотим чтобы она не было таким уже жестким посмотрим сначала по нолям поставим все да это ужасно здесь сместить край мы можем наоборот сделать плюс 10 контрастность нам не нужна растушевка но до такой степени полтора пикселя достаточно сгладить посмотреть так хорошо так как мы не вырезаем фон да то есть не оправдываем нам сейчас не это главное мы сейчас сделаем с помощью control shift и мы конвертируем наше выделение теперь наше выделение находится не на туфле а на фоне это то что нам надо делаем новый слой берем пипетку выбираем цвет который нам по душе допустим вот этот так и просто напросто заливаем это этим цветом все залили теперь ищем наложение это цветность вот так и тут мы можем уже контролировать ситуацию то есть ноль смотрим смотрим и начинаем потихоньку подводить не надо перестараться не надо что мы перестарались вот 42 почти убирает наши засветки но делает синим все на свете чего я бы не хотел поэтому мы можем спокойно сейчас снять выделение сделать маску нажав alt и маску и вот теперь пройти только по тем углам где нам это необходимо то есть вот тут и вот здесь если нам покажется вдруг что слишком все синенькое получилось не страшно непрозрачность мы всегда непрозрачность и можем варьировать вот так вот это идеально уже все переходим на новые слои соберем их все вместе с помощью ctrl shift alt и но тем не менее наши слои вы видите остались они нам нужны для чего для того что вот сейчас мы встанем на ctrl кликнем один раз по нашей иконке кликнем ctrl shift и инвертируем и вот теперь мы спокойненько можем посмотреть что у нас творится с с яркостью с насыщением и это дело поправить но естественно не нарушая цветовую гамму то есть нельзя погнавшись за правильностью тут освещение уничтожить весь цветовой рисунок то есть сделать не похожий готово если нравится мы можем слепить эти два слоя ctrl и так теперь я предлагаю вам пойти и применить где то у нас фильтр так вот это самое умное размытие да но я не люблю применять на том слое который я планирую уже конечном поэтому слой копии мы щелкнем по нашей картинке прежней по иконке где у нас был фон и вот сейчас на новом слое мы применим этот фильтр размытие умное размытие посмотрим насколько оно будет у нас умным радиус ну я думаю достаточно порог 25 я не знаю нужен ли нам порог 25 ставим качество зачем нам низкая нам высокая надо режим ручной окей посмотрим сравним сейчас не умная умная так где посмотреть не умная умная но немножко есть немножко а когда мы с помощью alt и нажимая на нижнюю мы можем сравнить вот так было у нас вот так у нас стало и мы видим что произошло случайное размытие это цветочка в этом нет проблем мы сейчас продублируем сделаем здесь маску и пройдясь черной кисточкой по нашей мы берем это славное размытие потом вот это место каким то образом у нас замылилось здесь убрали поэтому я и говорю что нужно работать всегда на отдельном слое так ну если уже доводить скажем так до такого уж то поправим и здесь сведем опять слой поправим это дело здесь вот так с помощью это клей сапожники сапожники раньше кинотеатр кричали сапожник теперь наверно уже не кричат смысл автомат стоит и так чтобы сделать наше отражение более привлекательными я сейчас возьму инструмент прямоугольную область с растушевкой в 3 пикселя и сделаю вот здесь прямоугольничек вот такой прямоугольничек я сделаю и теперь взяв уровни я начну осторожно аккуратненько наш фон приводить в то состояние которое было на нашей картинке образце так посмотрим и непрозрачность уменьшим чтобы поиграем с непрозрачности потому что тут тоже нужна золотая серединка как бы вот так непрозрачность 72 ну а дальше уже все просто мы сейчас выделим опять наш туфель инвертируем выделение и вот здесь уже спокойно с помощью белой кисточки черной извиняюсь мы уберем ненужные нам затемнения на цветке мы можем сделать это с помощью просто кисточки тут надо посмотреть возможно сделать поменьше жесткость побольше и так это поработать уже с этим чтобы не было черных краев у нас не получились черные или белесые края за этим тоже надо следить вот здесь появился да ну ничего мы сейчас это дело исправим вот так даром что ли фотошоп учили два пятнышка видим здесь значит не до конца убрали теперь чтобы контраст между верхней части нашего фона и нижней части не был таким сильным я предлагаю вам сделать как я вот сейчас уже сделал еще один слой потом на этот слой мы с помощью уровней на этом слое мы сейчас это дело под затемним ну естественно в пределах разумного мы видим что затемнили всю картинку ну для этого вы знаете что никаких проблем мы сейчас возьмем инструмент градиент возьмем радиальный градиент возьмем прозрачный и теперь начинаем выбирать не понравилось тот градиент который нам показался наиболее симпатичным и с помощью непрозрачности подгоняем нам так наши градиенты чтобы картинка выглядела хорошо вот на мой взгляд теперь как раз то что нам было нужно теперь если мы довольны результатом мы сведем наши слои на 1 ctrl e и пойдем фильтр возьмем усиление резкости умную резкость порядка 30 эффект и радиус 1 скажем ok и после этого можем спокойно загружать нашу картинку в наше портфолио в ваше портфолио и так фирма peterson прощается с вами с вами был я эдуард петер до следующего раза всего доброго успехов вам пока Субтитры подогнал «Симон»